Всем здорова, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать отличный бой на танке Объект 907. Данный бой продемонстрирует вам, как нужно быстро наносить много урона на более-менее быстром танке на карте Руинберг. Также хотел бы вам порекомендовать купить Twitch Prime аккаунт. Дело в том, что 12 марта он закончится и уже приобрести его нельзя будет. А тут у нас скоро линия фронта 9 марта и как раз к ней пакет Twitch Prime очень хорошо подойдет. По ссылкам в описании вы можете найти оптимальный Twitch Prime аккаунт, абсолютно рабочий по небольшой относительной сейчас цене. Ну то есть цена уже ниже не будет, потому что аккаунты стало создавать довольно сложно. И из-за этого цена возросла, естественно. Ну Twitch, так скажем, подкладывает некоторые палки в колеса. Далее, что стоит отметить, разработчики сегодня сделали некоторые акции нам. Они продавятся, короче, до 10 марта. Но акции не очень большие. Можно получить там стабилизатор вертикальной наводки, в два раза больше опыта экипажа. А также можно перевести опыт более выгодно в опыт экипажа. Там переобучить экипаж, там койки купить и все такое. То есть если давно, в общем, хотели это произвести, то для вас вот отличная акция. Также, что стоит отметить, довольно-таки неплохие танки в последнее время светятся. То есть все больше и больше разнообразных танков Wargaming внедряет в игру. Некоторые из них, конечно, не очень, другие же весьма годные. Ну и с числа не очень я, наверное, бы отметил ИС-2. Но, тем не менее, очень даже интересную идею подкинул мне один из моих зрителей. Ну, сказав, что, в принципе, один из таких танков, ну, вернее, не только один из таких танков, а вернее, ну, серия таких танков, обвешанная экранами, она наступала на Берлин. Ну, то есть она действительно принимала участие в захвате Берлина. И, собственно, вы наверняка знаете, что у нас 9 мая будет специальный режим против ботов. И там как раз ИС, наверное, и будет, ну, участвовать в сражении. Очевидно это, потому что, ну, танк как раз второй мировой войны такое вот непосредственное участие принимал в этом сражении. И, собственно, как раз наверняка разработчики для этого и готовят данный танк. А также для этого, возможно, разработчики и готовят ИСУ-152. Правда, непонятно, будет ли возможность оставить данные агрегаты у себя в ангаре после того, как их покатаешь в этом режиме. Было бы неплохо, например, получить их по итогам хотя бы там этого события. Если хорошо сыграешь на халяву, я думаю, это были бы весьма годные агрегаты. Напишите в комментариях, хотели бы вы получить ИСУ-152 или ИС-2 экранированный. Я думаю, многие не отказались бы. Также в этом видео вы можете выиграть золото. Для этого вам достаточно досмотреть видео до конца и после этого сразу же прокомментировать видео. Ну, комментарий должен быть по теме видео, то есть не просто там непонятно что, а именно обсуждение того, что происходит в этом видео. И также, если вы хотите дополнительно еще выиграть 5000 золота, рекомендую зайти на сайт ВотКит, где ежедневно проводится розыгрыш 5000 золота. Отличная возможность выиграть дополнительный приз себе. В общем, рекомендую. Также на данном сайте вы можете получить премиум танчики и премиум аккаунт. Используйте мой промокод, чтобы получить бонус. Ну и какие есть еще интересные танки, помимо вот этих тех, которые я озвучил. Есть, конечно, танк, который действительно я очень жду. Ну и думаю, многим игрокам он тоже понравится. Это Концепт 1Б. Танк, на самом деле, пока что еще активно не тестируется. То есть, наверное, в рандоме, если можно его встретить, то крайне редко. Но по характеристикам машина, конечно, впечатляющая. Во-первых, очень крепкая башня, практически непробиваемая. А также хороший ВЛД, тоже, опять-таки, под дичайшим наклоном. Из-за этого отличная, в общем-то, возможность танковать как от башни, так и от ВЛД. Довольно-таки необычная по форме башня. То есть, она такая вот приплюснутая. И плюс еще довольно-таки хороший ДПМ. То есть, танк раздает будь здоров. У него Альфа-400 на 9 уровне. При этом очень высокий ДПМ, очень хорошая стабилизация. Довольно добротное бронепробитие. Хорошие, в общем, характеристики как подвижности, так и брони и орудия. В общем, считаю, что на данный момент это один из лучших танков. И наверняка вас не интересует вопрос, за какое событие данный танк будет отдаваться. Но на данный момент наиболее вероятный вариант появления данного танка – фестиваль танков. Что это такое? Ну, если вы играли в прошлом году, летом, то вы наверняка вспомните, что было такое событие, как фестиваль танков. Там же были танковые гонки. Ну, то есть, это все было объединено в одно с такое большое событие. И там можно было получить много плюшек. Правда, танков тогда там не было. Но в этом году как бы у нас особое событие. Как бы 10 лет танкам исполняется. Это такая вот знаковая дата. И, естественно, разработчики постараются наградить игроков по-особому. Как они сами заявили на VG-фесте, фестиваль танков – это будет огромная такая вот активность, которая приурочена как раз к 10-летию танкам, то есть к юбилею. И данная активность будет длиться довольно долго. То есть, в нее будут сразу несколько там ивентов, событий всяких совмещены. И в каждом из них вы сможете фармить так называемые очки всякие или как там жетоны. Неважно, короче, вы поняли специальную такую валюту. По итогам данного события можно будет специальные эти танки приобрести, что будет весьма неплохо. Напишите в комментариях, хотели бы вы в данном событии поучаствовать. Также следующий танк, который тоже удивляет – это Объект 268, вариант Т-5. Ну, или версия 5, там как удобнее вам. Хотя у нас, конечно, зовут вариант М-5. Ну, в общем, что сказать. Это ПТ-САУ – это, по сути, Т-10, только с башней, приспособленной под орудие. Как у Объекта 268, скорее, ПТ-САУ 10 уровня, то есть там 750 АДФА, высокое бронепробитие и все дела. Также башня довольно крепкая, ну, по крайней мере, в лобешник не пробит. Там смотреть, какие дичайшие наклоны. Но присутствует наверху башни большой зучок. Да и, как бы, корпус Т-10, он не избалован, как бы, броневан, сами понимаете, очень даже картонный. Но зато хорошая подвижность. И данная ПТ-САУ будет, я думаю, ну, карать рандом. То есть ездить, раздавать плюхи по 750 и в скилловых руках очень жестко нагибать. За что это ПТ-САУ? На данный момент-то точно неизвестно. Опять-таки, может быть, это для фестиваля танков. Но есть вероятность, что разработчики готовят новую ветку ПТ-САУ советских. Ну, для того, чтобы в очередной раз выпустить, так скажем, имбочку советом. Хотя давно им не было советских. Но вот будет теперь. Есть также, ну, как бы, небольшая вероятность, что данная машина заменит одну из тех устарелых ПТ-САУ, которые есть в игре. А у нас, как бы, их не очень много. То есть, или объект 268, или объект 268, вариант 4. Но обе ПТ-САУ, как бы, не особо такие плохие, чтобы их заменять. А вот следующий танк уже раскрылся. Этот танк будет за линией фронта и Крадовскую битву 2020 года. И танк этот объект 777, вариант 2. Я особо хотел бы отметить этот танк, потому что идет тенденция еще и по апу этого танка. То есть, мало того, что этот танк, ну, по крайней мере, очень даже хорош по характеристикам, разработчики еще его и апают. Вот недавно апнули ему подвижность, там, мощность двигателя улучшили, еще и сделали УВН получше. То есть, они были не очень, это было слабое место этого танка, минус 5 УВН были. Остали минус 10. В итоге танк превращается в дичайшую КГБ имбу, и это просто офигенно, потому что все мы, ну, кто будет играть в линию фронта и Крадовскую битву, сможем его получить. Конечно, есть вероятность, что его могут понерфить, но если бы танк нуждался в нерфе, то уже бы это сделали разработчики. А так они его апают. И на данный момент танк интересен не только своим названием, но и выдающимися характеристиками. Что же в нем такого особенного? Ну, во-первых, очень хорошая подвижность, сравнимая, может быть, с Т-10, ну, чуть похуже, конечно. Также при этом очень крепкое бронирование, башня особенно. Ну, и корпус тоже, в принципе, неплохо бронирован. Отличное бронепробитие, которое позволяет спокойно обычными снарядами пробивать даже танки 10 уровня, ну, а голдовыми снарядами вообще все, что угодно, шьется без проблем. В общем, намечается имбочка, и повезло всем, кто будет играть в Олинию фронта и Кородевскую битву. Вот такие вот дела, друзья. Спасибо большое, что досмотрели данное видео до конца. Желаю вам всего наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok